Кто такой конструктор? Чем занимается радиотехник? Зачем нужны физика и химия? Уже второй раз для учеников Центра образования Дворец детского творчества Ирфиат Суниев проводит встречу в рамках профориентационного проекта «Профтренд». Год назад младшеклассников уже знакомили с миром профессий. В этом году решили рассказать о других направлениях. У нас в этом году четыре площадки – физика, химия, конструирование и радиотехника. Мы выбрали такие направления, которые востребованы в ядерном центре и которые могут быть интересны ребятам уже в начальных классах. Ведущие площадок постарались показать свой предмет не как сферу серьезных исследований, теории и формул. Специалисты, а среди них были в основном те, кто уже имел опыт проведения подобных встреч, раскрывали другую сторону науки, сторону чудес и необыкновенных открытий, совершить которые по силу каждому ребенку. Интересно было не только детям, но и сопровождающим их взрослым. В прошлом году наш класс участвовал в этом проекте. Очень детям все понравилось, интересные профессии. Дети узнали очень много нового и интересного. Детям в простой доступной форме все объясняют, им очень все нравится. На физике ребята изучали законы поверхностного натяжения, свойства жидкости. Дети проводили опыты с иголкой и выясняли, почему в одном случае она держится на воде, а в другом тонет. На станции конструирования те, кто постарше, учились использовать специальные лекалы и шестеренки и с их помощью создавать необычные узоры. А первоклассники делали ленту Мёбиуса. Ведущий станции специалист ядерного центра Дмитрий Дарьюшкин рассказывал, где в жизни применяют эту ленту. Большой интерес у детей вызвали радиотехника и химия. Мне больше всего понравилась химия. Там было очень интересно. Там мы проверяли, как найти крахмал. И мы там пускали таблетку, в которой была аскорбиновая кислота. И она забирала весь йод. И даже целая банка йода становилась, как обычная вода. Мне понравилась радиотехника. Там мы изучали, какие бывают средства связи. Как раньше общались древние люди. Как начали общаться потом. Через почту. Там еще у нас были рации. Мы по ним разговаривали. Мне больше всего понравилось, что мы там сметану сделали. Ее красили. Желтый и черный, сиреневый. Еще мне понравилось с приемником. Мы его закапывали. В апреле в рамках проекта «Профтренд» пройдет атомный квест и День увлекательных наук на базе 2-й гимназии и 3-го лицея. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.